МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Мы приготовили для вас самые известные препараты для лечения гриппа и простуды. На самом деле они придуманы для зарабатывания денег, а не для лечения. По ним смело можно писать успешные кейсы, как ничего не разработать, прорекламировать это ничто и заработать миллиард всего за один суток. Противовирусный. Флагманом среди которых в нашей стране выступает всем известный арбитолог. Помимо него вы можете знать дренат, имбиверин, кагоцел, протефлозит и кучу другого бесполезного барахла. Все эти препараты имеют максимум парочку заказных невнятных исследований, в которые включили десяток другой человек. А это значит, что никаких доказательств эффективности речи идти не может. Тут максимум можно сказать, что они безопасны. Хотя кому это интересно, если в рекламе прямо говорят, что они обязательно всех вылечат. Тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Да и все соседи говорят, что арбитологи леколепно помогают. Знаете, некоторым и гомеопатия помогает. Но смысла это не имеет. И меня вылечат. Производители пишут длинные пространные фразы о работе своих препаратов, якобы обосновывая этим эффективность. Однако доказать эффективность можно только при проведении контролируемых клинических испытаний, которые в нашей стране попросту не обязательны. Просто запомните. Противовирусных, которые лечат простуду и грипп, не существует. Мы можем лечить только симптомы. Даже всем известный томифлю и ремонтодин особого смысла при применении обычных львеней не имеют. Интерфероны. Это такие специальные вещества, которые вырабатывает наш организм для борьбы с вирусными инфекциями. По-настоящему они используются в медицине для лечения вирусных гепатитов. Хотя интерфероны имеют активность против всех вирусов вообще. Что эксплуатируется полными производительными препаратами для создания лекарств якобы от СВО. Самым известным примером является гриппферон. Который вроде должен стимулировать иммунитет для борьбы с вирусом гриппа. Но есть маленькая проблемка. Интерфероны эффективны при внутривенном введении в огромных дозировках. При которых они дают неплохие побочные эффекты. Самые слабые из которых сравнены с симптомами простуды. Это так и называется. Гриппоподобное состояние. В меньших дозировках и при введении каплями в нос или в таблетках, или тем более свечах, они неэффективны. То есть, на практике, введение интерферонов при простуде, в дозе, которая может вылечить, будет сопоставимо с самой простудой. Индукторы интерферона. Должны стимулировать выработку того самого интерферона, который уже будет помогать организму бороться с лобным вирусом. Наиболее известный – циклоферон. Также вы можете знать амиксин, амизон, лобамакс, филоксин, филарон. У всех этих препаратов в показаниях есть огромное количество самых разных инфекций. Но вот проблемка. Нет никаких исследований, подтверждающих их действия. Более того, сама идея усиления выработки интерферона при вирусных инфекциях абсурдна, поскольку максимально стимулировать его выработку может что? Правильно, сама вирусная инфекция. Вот это поворот! А теперь традиционная рубрика «Как надо». Самое главное – позвонить на работу и сказать, что вы дико заболели и не придете в ближайшие дни, потому что будете сидеть дома и правильно болеть. Единственное лекарство, которое нам понадобится – это протестамол или ибупрофен. Или комбинированные препараты, которые содержат что-нибудь из этого. Этими лекарствами мы будем сбивать температуру и облегчать наши страдания. Может, бабушка и говорила вам, что сбивать температуру нельзя. Но нет доказательств того, что снижение температуры таблетками, протестамолом или ибупрофеном, мешает организму бороться с простудой. Если вам дискомфортно, а лихорадка – это всегда неприятно, то смело сбивайте, даже если она ниже 38 градусов. Проветриваем помещение. Адекватно. Вы же понимаете, что если вы сидите в квартире неедине с своими вирусами, то стоит их разбавлять свежим воздухом. Без фанатизма. Температура помещения должна быть нормальной. Ни сауна, ни холодильник нам не нужны. Аналогично с одеждой. Оденьтесь так, чтобы не мерзнуть. Не надо ни таких ватников и валенок. Особого смысла в народном пропотеть нет. Вы и так рано или поздно пропотеете, когда температура тела будет спадать. Мыть сопливый нос изнутри солевыми растворами. После того, как вся слизь полностью ушла, уже сухой нос обязательно сухой. Можно обрывнуть сосуды с выручками, чтобы дышалось. Повторять не более недели. Рецепт прост. Лежите дома, пейте морсик и смотрите сериалы. Истязать себя банками, горчичниками, перцовыми пластырями, баллончиками, а также ингаляциями картошкой, растиранием водкой смысла не имеет. Это может немного отвлечь вас от симптомов, но лечить не лечит. Напоследок, когда нужно звать врача? Врача зовем всегда. Как минимум, чтобы позволил легально прогуливать работу и успокоил, что скорая не нужна. Но особенно зовем в таких случаях. Не происходит никакого улучшения за одну неделю. Продолжается длительная, более трех дней лихотка, больше 38 градусов. Симптомы за неделю не уменьшаются, а вырастают или распространяются. После значимого улучшения снова стало хуже, как было. И есть боли, особенно в груди. Но в принципе, любые сильные боли или простуды – это плохо. Важное примечание. Это все, даже все сразу. Не повод выбивать скорую по ночам. В таких случаях вам нужен врач из полипедики или из любого ближайшего медцентра.